Приветствую вас дорогие друзья! Мы продолжаем изготовление шахматной партии джаз. Почему я говорю продолжаем? Мы продолжаем. Потому что без вас дорогие зрители этих шахмат бы не существовало. Неизвестно продадутся ли они или попадут под обстрел, будут похищены или затеряются при перевозке. Но даже если они будут удачно завершены и дорого проданы, они исчезнут навсегда где-нибудь в частной коллекции и будут доступны очень узкому избранному кругу людей. А благодаря вам дорогие зрители, мои работы фиксируются, так сказать, в эфире, остаются в памяти, в сердцах, а у кого-то в конкретных папках. Жаль только, что зрителей у меня немного. Поэтому мы с вами сегодня будем изготавливать два новых элемента для белой пешки парня, играющего на альфа-сфере. Это столик и ноутбук. Нам нужен столик, потому что альфа-сфера не висит на ремнях на музыканте, как гитара или аккордеон. Не стоит на полу на своих ногах, как рояль или контрабас. И просто держать ее в руках неудобно, потому что урок и так слишком много дел, чтобы создавать, именно создавать звуки на этом приборе. Поэтому нужен столик. Для альфа-сферы и для ноутбука, потому что, как пел Муслим Агомаев, им не жить друг без друга. Вы помните, когда нужно было разместить огромные рояли на подставках Ладий, Хироми, Пуехары и Дюка Эллингтона, я безжалостно отсек от роялей процентов 80-х массивов и оставил самые важные узнаваемые места. На что я рассчитывал? На специфику нашего восприятия. Когда видишь, например, знакомое лицо, выглядывающее из-за угла, то понимаешь, что за углом остальная часть этого знакомого человека. И так это на самом деле и есть. За исключением каких-то кошмарных случаев, о которых не стоит говорить. А если лицо незнакомое, а нам скажут, что за углом туловище крокодила, то это смотря кто и как скажет. У вируса, которым пугали весь мир, была распознана лишь его часть, ну, скажем, для упрощения, ступня. Даже не распознана, а создана по неким алгоритмам ее компьютерная модель. А по этой модели ступни нарисовали нам монстра. И вот этим выдуманным монстром пугали весь мир, увлекуя его биографию, всю подноготную, душевные качества и аморальные привычки. А для защиты от монстра стали надевать людям на головы дырявые костюли с лапшой. И люди верили и продолжают верить, бояться и ненавидеть неверящих. Помните притчу о слепых мудрецах и слоне? Особенно мне нравится версия от Джона Готфри Сакса в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Я приведу конец. Слепец четвертый, почесав колено у слона, установил, что слон шершал, как старая сосна. А пятый, подойдя к слону со стороны хвоста, определил, что слон в длину не больше, чем в глиста. Возникли распри у слепцов и длились целый год. Потом слепцы в конце концов пустили руки в ход. А так как пятый был силен, он всем зажал уста и состоит от ныне слон из одного хвоста. Здесь, правда, слона оставили хвост, а у нас, наоборот, из мухи раздули слона. Еще более остро о наших тотальных заблуждениях миф о пещере от Платона. Я сделаю столик небольшим, чтобы он не выходил за габариты клетки, но восприниматься он должен как полноценный и, к тому же, стильный офисный стол. При этом пугать я им никого не собираюсь. Как вы уже догадали, столик будет собран из нескольких деталей. Коричневой столешницы, напомню, все цвета бивня мамонта естественные, ничего не покрашено. Изогнутые стойки и основание с роликами, которые немного напоминают скейтборд. При изготовлении столика нужно учитывать не только габариты клетки и визуальное равновесие всех массивов. Или неравновесие, если ставится такая задача, как, например, у скрипачки, где асимметрия наклона создает некий увлекающий музыкальный поток. Не только это, но и обязательную практически для всех фигур с музыкальными инструментами цепочку связей. Столик должен быть установлен перед музыкантом так, чтобы отдельные пальцы кистей рук касались или нажимали на мембраны альфа-сферы, которая, в свою очередь, стоит на столешнице нашего столика. Я не доверяю на 100% ни одному клею, поэтому все склейки на штифтах, даже когда соединяются такие тонкие детали, как основание и столешница. Желательно, чтобы столик, его стойка не перекрывала фасад системного блока, на котором сидит наш персонаж, потому что передняя панель компьютера со всеми обязательными атрибутами, кнопкой включения, разъемами, вентиляционными окнами будет изящным, тонко проработанным элементом фигуры. Поэтому стойка будет не сплошная, а с окнами. Как говорил Хаджан Асредин, Не берите пояса целого дынового, сквозь него не видно ничего, а берите стираный, а главное с дырами. Все устройство мира видно сквозь него. Должен предупредить тех, кто захочет повторить штифтование тонких деталей, что отверстие нужно делать свежим острым бором и близко к поверхности не подходить, иначе будет ожог, который вылезет на фасаде и исправить этот дефект уже не удастся. Особенно этого боится коричневый бивень. Например, при сверлении 2-х миллиметровой пластины заглубляйтесь не более чем на 1,2 миллиметра. Для штифта диаметром 0,6-0,8 миллиметров этого вполне достаточно. Монтируем столешницу и столик готов. Получилось неплохо, я почти доволен. На этом столике при желании можно не только альфа-сферу с ноутбуком поставить, но еще и бутылочку коньячка с двумя рюмочками, а внизу чашу с фруктами. Изготовление ноутбука начинаем с экрана, с подбора и проб материала. Можно было бы сделать пластинку из того же кокоса, но коричневый экран вообще не проходит, а без картинки означало бы, что ноутбук не работает. А вот перламутр похож на светящееся стекло с каким-то рисунком, то, что нам нужно. Беложелтая пластинка, возможно, и стала бы экраном с изображением, скажем, пустыни, если бы я не нашел кусочек раковины Голиотиса, на котором как будто специально природа нарисовала картинку, очень похожую на стандартные обои Windows. Зеленые горы, голубое небо. Просто невероятно. Делаем корпусные части ноутбука, условно говоря, монитор и клавиатуру. Хотя в ноутбуках и планшетах архитектура отличается от стационарного компьютера, но, думаю, понятно, о чем я говорю. Непонятно, как назвать все то, что вообще я сейчас делаю. Скульптура? Зачем тогда такие подробности, поиски цветных материалов? Макетирование? Хорошая профессия, но для художника звучит прозаично. Нет, это шахматы, художественные шахматы, в которых можно все, или почти все. Нельзя съехать с узкой дороги тонкого вкуса и упасть в широченную канаву под названием китч. И это непросто. Вообще, я уже давно не резчик по костей. Это занятие закончилось с последними фигурами из цельных кусков бивня. Теперь я назвал бы свою деятельность скульптор-конструктор. То есть, совместив два любимых увлечения, я теперь могу не горевать об утраченной профессии, которую учился в ВУЗе и которой отдал 13 лет. После окончания изготовления фигур нас ожидает интереснейший шахматный художественно-мехатронный стол, проект которого давно завершен. И здесь обе профессии, ну, просто как красивая пара на шикарном балу в окружении других экстравагантных профессий. Монитор вырезан. Разве это картинка на экране не волшебство природы. В клавиатуре тоже нет ничего сложного. Просто много кнопок маленького размера. Их хочется максимально, но без фанатизма приблизиться к реальности. Чтобы сделать ноутбук, я скачал картинки из интернета. Привычные слова. Интернет, компьютер, ноутбук. Помню году, это в 1970-72-м, я сидел возле телефона, естественно, стационарного, с наборным диском, и делал для него красивую полочку из бука на стену. Только-только наша с соседями коммунальная квартира стала только нашей. И я переставлял телефон из коридора в комнату. Я спросил у отца. Было бы здорово, если бы на телефоне был маленький экранчик, а снизу небольшая клавиатура, как в печатной машинке. Звонишь в какое-нибудь информационное бюро и задаешь вопрос. Печатаешь его, а на экранчике тебе показывают ответ. Чей это год рождения, адрес, отрывок из нужной статьи. Как ты думаешь, такое возможно? Отец сказал, технически я думаю, это возможно, но задача очень сложная. Наверное, что-то подобное будет, но лет через 50. И вот прошло 50 лет. И сейчас мало кто задумывается над тем, что произошло техническое чудо. И ноутбуки, и айфоны, лишь маленькая часть гигантского айсберга технического прогресса. Даже не айсберга, а ледокола, который ломает, как льды, тайны нашего мироздания. И мощь его одновременно и грандиозно, и небезопасно. Ноутбук готов. Можно подключать к нему альфа-сферу. Жалко, что мой лысый красавчик, шарик, спрятался. И от него осталась маленькая-маленькая макушка. Он был такой красивый, полированный и кругленький. Ну, ничего. Он сыграл свою роль. Благодаря ему была осуществлена более-менее правильная разметка. Все на глаз, конечно. Если бы шарик был не сферический, не ровный, это было бы значительно сложнее. Ставим на столик альфа-сферу. Ноутбук. Не знаю, будет ли связь с системным блоком. Скорее всего, он будет использован просто в качестве сидения. Я не хочу этим символизировать постепенный отход системных блоков в мир иной. Просто у нас разные сидения. Там стул, там пень, а тут блок. Так что пусть не обижается. Субтитры сделал DimaTorzok